Пятерамочные отводки козырь на пасеке. Такое название видео. Все дело в том, что если сравнить пасеку с карточной игрой, она на самом деле очень похожа на игру в карты, потому что постоянно происходят какие-то перетасовки, будь то внутри семей или между семьями. Постоянно тусуются корпуса, рамочки и все такое. Так вот, если сравнить пасеку с карточной игрой, то пятирамочные отводки будут несомненным козырем в этой игре. Почему? Давайте порассуждаем в данном видео. На моей пасеке пятирамочные отводки это основа развития, расширения, омоложения. Почему? Я расскажу и покажу немного дальше. Ну а сначала я обрисую, что же такое пятирамочные отводки. У меня на канале есть видео о пятирамочных отводках, как я их формирую. Для тех, кто не видел его, посмотрите. Ну а в этом видео я кратко расскажу. То есть, мы берем из любой семьи две рамочки печатного расплода, одну рамочку медово-перговую и добавляем две рамочки либо овощины, либо суши. И формируем вот такой пятирамочный отводок. Мы его сформировали, подождали сутки, летная пчела из него уходит и в этот отводок мы подставляем зрелый маточник. Прежде всего, эти отводки формируются как облетники. То есть, их главная задача – получить хороших молодых качественных маток. Ну а впоследствии эти облетники можно использовать как козырь для любых других манипуляций. Будь то усиление, будь то объединение перед медосбором. Поэтому, вот эти облетники нужно формировать и ставить туда зрелый маточник непосредственно перед взятком. Будь то май месяц, будь то июнь месяц, когда цветет липа, будь то июль месяц, когда начинает зацветать подсолнух. Итак, мы сформировали отводок где-то дней за 10 до медосбора. Поставили туда зрелый маточник и ждем, когда матка облетается и от нее появится первый печатный расплод. Именно тогда матка считается зрелой. Ну а потом мы из этого облетника можем матку забирать и подсаживать в семью, там где старая матка. То есть, мы меняем матку. Старую убираем, молодую подсаживаем. В этот облетник мы можем повторно ставить зрелый маточник и получить еще одну матку. Если у вас уже достаточное количество маток, тогда вы можете просто из некоторых облетников маточек забрать, поменять в семьях, а вот эти облетники между собой объединить. Сформировав таким образом еще одну хорошую единицу, которая принесет вам даже меда. Если она не принесет вам меда, а принесет меда только себе, то есть еще один плюс от таких отводков. Даже если такие отводки в зиму пойдут не очень большими, то есть на 4-5 рамочках, но с условием, что они принесут себе меда. То на следующий год вот эти отводки можно уже продавать, либо как пчелопакеты, либо на их основе формировать хорошие, сильные семьи от медосбор. Формирую я такие отводки либо в шестирамочных нуклеусах, либо в лежаках. В одном лежаке получается 3 отводка. Если это шестирамочные нуклеусы, то я их ставлю парами. Для того, чтобы, если, скажем, в одном нуклеусе матка не облеталась, а во втором облеталась, то я все рамочки из этого нуклеуса, в котором матки нету, разбрасываю по соседним ульям или нуклеусам. Один нуклеус убираю, второй немножко сдвигаю, летная пчела в него заходит и получается хороший крепкий отводок на 6 рамочек уже. Там есть еще заставная, которую я убираю впоследствии и ставлю еще одну рамочку. Если им места мало, то сверху я ставлю еще корпус на 145. Я сделал эти нуклеусы таким образом, что по размеру они подходят идеально под 145 корпус от рогатых ульев. Если у нас, скажем, стоит задача поменять старую матку в какой-то семье, то мы делаем следующее. Из одного нуклеуса мы забираем молодую матку и подсаживаем в улей там, где была старая матка. Либо под колпачок, либо в клеточку. Вот этот нуклеус мы убираем, рамочки из него разбрасываем по соседним нуклеусам. Вот этот нуклеус ставим посредине. Летная пчела сюда заходит и получается у нас уже хороший крепкий отводок, на который уже можно поставить корпус под 145 рамочку. Таким образом, данной манипуляцией мы меняем матку в какой-то семье и получаем один, но крепкий отводок, который принесет нам уже и мед. Манипуляция следующая. Если в какой-то семье нужно поменять матку и еще усилить эту семью, потому что она, скажем, средненькая, то можно сделать следующее. Из одного нуклеуса мы забираем молодую матку вместе со всеми рамками и с пчелами. Убираем старую матку и подсаживаем туда молодую со всеми рамками. При такой манипуляции не нужно никакие газетки, никакие холстики. Если вы это делаете под медосбор, то матку идеально принимают. Тем более, что у нее есть охрана и там довольно-таки неплохой уже массив пчелы. Потом вот этот нуклеус пустой мы убираем. Вот этот ставим посредине. Сюда заходит летная пчела. Получается у нас крепкий отводок. Сверху ставим корпус на 145. И в другой семье мы как бы семью и усиливаем и меняем там матку. Вот такая вот история. В лежаках у нас получается все как бы еще проще. Потому что там у нас в одном корпусе находятся три отводка, которые разделены перегородками. Они вроде бы глухие, но на самом деле там есть сеточки между ними. Поэтому запах получается мешанный. И объединять их очень хорошо и просто. Маток забираем, перегородки убираем, соединяем. И получаем либо одну, либо две хорошие семьи в одном корпусе, которые пойдут в зиму и 100% перезимуют. Либо одну семью большую, которая принесет нам много меда. Но еще перед этим мы получили как минимум двух или четырех даже молодых хороших маток. Потому что вот эти отводки, как я уже говорил, маточники можно ставить несколько раз. Поставили, матка облеталась, появился печатный расплод. Матку забрали, сюда поставили зрелый маточник опять. Вот такая вот история. Итог. Получается, что от таких отводков мы ничего не теряем, а только приобретаем. Именно поэтому я называю пятирамочные отводки козырем на пасеке. Ну а теперь давайте заглянем внутрь и я покажу, как все это работает. Ну и сначала я покажу, что же это такое шестирамочные нуклеусы. На самом деле они шестирамочные. Потому что сразу шестая, это идет как бы либо кормушка, либо заставная. Которая потом впоследствии убирается и подставляется здесь еще одна рамочка. Итак, сверху холстик. И здесь у нас сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть рамочек уже. Корпуса сделаны ОСБ, пенопласт двоечка, ДВП. Дно ОСБ, в некоторых корпусах сетка есть, в некоторых нет. Все дело в том, что те отводки, которые не перерастут в семьи до зимы, я буду ставить друг на друга. То есть снизу будет стоять корпус с глухим дном, а потом будут стоять корпуса с сеткой. Для того, чтобы тепло проходило вверх. При таких условиях у нас все отводки хорошо перезимуют. Ставить я их буду по три, по четыре друг на друга. Как я формирую данные отводки? Вот здесь у меня стоит с холодной стороны заставная сразу. И идет две рамочки с печатным расплодом, рамочка медово-перговая и две рамочки либо сушь, либо вощина. Впоследствии, когда отводочек набирает силу, вот сюда я подставляю еще шестую рамочку. Так, здесь у нас мед и открытый расплод. Вот у нас матка молодая с зеленой меточкой. Вот она. Так, вот у нас печатный расплод, открытый расплод и мед. Вот этот отводок, это поздний отводок. Я его делал уже где-то в начале июля, наверное. Сейчас у нас уже 21 июля. Матка здесь облеталась и от нее появился печатный расплод. Печатный расплод, края уже все засеяно яйцами. Вот такая хорошая, еще не семья, но к зиме это будет нормальная семья. Вот, то есть на данный момент вот этот отводок у нас имеет раз, два, три, четыре рамочки расплода. Как открытого, так и закрытого. Последняя рамочка, это совсем недавно я подставил еще вощинку. Для того, чтобы у них было место для развития. Снизу сеточка, вентиляция очень хорошая. Хорошая. Вот такая вот история. Этот отводочек закрываем. Посмотрим еще один какой-то. Вот следующий отводок. Это тоже как бы поздний отводок. Вообще вот этот ряд, это все отводки поздние. Так, ну и мы видим. Вощину оттянули. Есть засев, печатный, открытый. И уже сюда заносят мнет. Опа, это хорошая аромочка. Здесь все залито медом. Печатного расплода остатки. Остальное все залито медом. Ну и главное преимущество таких отводков, что здесь молодые матки. А молодость, она всегда рулит. Вот. Отводочек вроде бы небольшой. Но, как несут, как несут, как работают. Все ячеечки, либо мед, либо расплод. И вот, ставил вощину, уже она полностью оттянута. С одной стороны, по крайней мере. Ой, какая красивая рамочка. И какая красивая семья. Так, вот, тоже все заливают уже либо медом, либо расплод. Вот, тоже была вощина оттянута и заливают уже медом. С одной стороны. Так, ну и сейчас пойдем посмотрим, как это все работает в лежаке. Ну и в лежаках у нас получается три отводка. Два литка сделаны по краям. Один литок для центрального отводка сделан с другой стороны посредине. Сейчас покажу. Ну а вот литок с противоположной стороны. Нет здесь никаких прилеток. И тем не менее, все матки хорошо облетались. Закрыт он сейчас потому, что вот этот центральный отводок я забрал для усиления средней семьи. И для замены там старой матки. Ну а по бокам у нас сейчас здесь находятся два хороших, сильных уже отводка. Которые будут зимовать в этом улье. И они 100% перезимуют. И весной мы получим уже как бы две нормальные семьи с молодыми матками. Которые мы можем либо оставить себе, либо продать как отводки, либо опять же использовать маток для замены в семьях, если, скажем, матки пропали зимой. Ну а теперь посмотрим внутрь, что же там происходит. Данный улей сейчас разделен пополам. И у нас здесь находятся два хороших, сильных отводка. Это отводки средние. И к медосбуру они уже успели набрать силу. И они точно принесут меда себе и немножко, даже мне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять рамочек. Но еще можно подбросить вощины. Вот, крайняя рамочка мед. И матка с одной стороны уже засеяла. Вот, там где пустое место, уже у нас там яйца. Так, следующая рамка. Полностью мед. Полностью мед. Еще немножко. И нужно будет что-то забрать на откачку. Следующая рамка была вощина. Стал мед. Следующая рамка. Овощина. Стал мед. Следующая рамка. Мед. Печатный расплод и открытый расплод. Как я говорил, что здесь посредине был еще один отводок. Я его забрал для усиления средней семьи и для замены там матки. Ну и естественно, летная пчела разлетелась по вот этим двум отводкам. Поэтому они к медосбору пошли уже как средненькие такие семьи. Вот. Мед. Мед, мед, мед. Биомед. Красота. Тоже была вощина. Вот сюда смело еще можно бросать вощинку одну. Наконец-то открытый расплод яйца и опять же мед. Вот им места уже мало. Можно добавить и сушь и добавить и вощину. Доведя таким образом вот этот отводок до 12 рамочек. Ой-ой-ой. Перга. Печатка. И мед прям. Супер мед. Вот такую полную рамочку я оставлю им в зиму. Так. Хорошо. Красота. Тоже мед. Гнездо залито. Так. В центр добавлю вощинки. И на край еще добавлю две рамочки сушки. Сейчас посмотрим с той стороны, что у нас происходит. Работаю я сейчас. Да и вообще в принципе я большую часть года работаю без дыма. Во-первых, потому что пчелы меня знают. Они ко мне привыкли. Во-вторых, что сейчас конкретно идет взяток, светет подсолнух. Поэтому им не до меня. Так, смотрим эту часть. Мед. Мед. Вверх начали печатать уже. Мед. Мед. Вверх уже начали печатать. Вот это были отводки, сделанные на две рамочки печатного расплода. Печатный расплод, открытый расплод. И медом заливает все, что можно. Тоже сюда нужно обязательно добавить вощины и суши. Медово-пирговая рамочка такая конкретная. И пятачки открытого расплода. Матке хочется работать, а места ей мало. Вот красивый открытый расплод на вощинке. Вверх заливают медом. Можно было бы еще один отводок, например, вот этот, отсюда отвезти. Летная пчела сюда зайдет. И вот этот корпус можно расширять смело до 20 рамочек. И одна из вот этих семей принесет много-много меда. Вот. Мед. Пирга. Все забивают медом. Пиргой где-то здесь матка. Потому что меня кто-то жарнул пальчик. Вот. Печатный расплод. Мед. Да. Еще буквально немного. И нужно будет что-то отсюда забирать на откачку. Потому что места им уже здесь будет мало. Вот такая вот история с пятерамочными. Отводками, из которых было только две рамки печатного расплода. Вот. Мед. Это была вощина. Так. Вот эту семью тоже нужно обязательно бросить вощинки. Вот сюда, в центр. И обязательно нужно добавить на края сушь. Чтобы им было куда нести нектар. Заставные вот эти я уже убираю и расширяю на все пространство. Ну вот в принципе и все, что касается пятерамочных отводков. Многим стало немножко что-то отдаленно понятно. Ну а некоторые поняли даже хорошо. Все те, кто досмотрел видео до конца, хорошо поняли только одно. Это козырь на пасеке. Самое главное вовремя перетасовать. И сдача будет ваша. На этом все. Надеюсь, видео было полезным. Ну а я пойду бросать вощину, сушнину. Потому что 21 июля. А здесь зацвело еще поле подсолнуха. Вернее, только начало зацветать. Метров 600 отсюда. Где-то 100 гектар. Так что, надеюсь, будем с медом. Жара вроде бы чуть-чуть ушла. Хотя, в принципе, как в Дубаях. Только денег мало. А так, как в Дубаях. Жара, речка, купаемся, загораем. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok